Всем привет! Мы с вами находимся в лаборатории радиоэлектроники президентского физико-математического лицея 239 В котором я, Мельников Сергей Алексеевич и мои ученики занимаемся робототехникой в направлении программирования микроконтроллеров Ардуино Наш кружок рассчитан на ребят, которые уже познакомились с базовой робототехникой, кружком BIM-роботы Или имеют опыт сборки простейших роботов, где необходимо паять и разбираться в радиоэлементах В кружке мы плавно переходим от аналоговой робототехники к цифровой робототехнике И при создании роботов уже используем микроконтроллеры Такие микроконтроллеры, почти как привычные нам компьютеры, выполняют различные действия, которые мы в них закладываем, используя специальный язык программирования Что же такое Ардуино? Должно быть это самая популярная, доступная для всех ребят плата с микроконтроллером, изучение которой дается достаточно быстро, интересно Освоив такую плату, перед вами появляется большой выбор пути развития в робототехнике Используя микроконтроллер, ребята знакомятся с особенностями его работы С использованием, узнают, как обрабатывать информацию с различных периферийных устройств Робота, датчиков, сенсоров, модулей связи, модулей управления двигателями и многими другими устройствами В ходе обучения в кружке ребята учатся разрабатывать свои платформы В идеале это колесные базы с использованием микроконтроллеров, различных датчиков, сенсоров, устройств питания, двигателей, редукторов Изучают, каким образом это все создается Обычно в своей работе мы используем наборы, в которых ребята получают все необходимое Весь базовый набор, радиодетали, резисторы, транзисторы, светодиодики, лампочки, датчики и многое другое Экраны и так далее Используя эти наборы мы занимаемся с ребятами и изучаем их принцип работы И в результате мы приходим к различным сборкам, уже роботам, которые умеют передвигаться, ездить и выполнять какие-то задачи Самые простые примеры это конечно же следование по линии, сумо, кегеринг Используя полученные теоретические знания, они применяются сразу же на практике На каждом занятии мы пробуем задействовать изученные устройства, собрать на их основе автономные платформы, которые выполняют различные задачи В ходе обучения в кружке ребята участвуют в различных соревнованиях, достаточно простых, это следование по линии А ребята, которые уже достаточно хорошо продвинулись в ходе обучения в кружке, могут собирать и свои какие-то проекты в рамках нашего кружка В нашем кружке ребята занимаются не только с компьютерами и наборами, но также и работают на различном оборудовании Это и ручные инструменты, и различные станки ЧПУ Например, самое популярное устройство, которым мы будем работать, это конечно же 3D принтеры На которых ребята печатают свои узлы и агрегаты для роботов Также это лазерный станок, на котором мы вырезаем для проверки или создаем какие-то корпуса Ну и конечно же мы используем стандартное ручное оборудование Мы используем различные материалы, фанеру, текстолит, оргстекло И конечно же работаем с ручным инструментом Итак, чтобы попасть в наш кружок, вам необходимо пройти по этой ссылке Или сканировать QR-код Зарегистрировать свою учетную запись на сайте RoboFinist Заполнить анкету в кружок группы 372 МК И прикрепить к ней все необходимые согласия Ждем вас в нашем кружке Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...